времени, по крайней мере, для меня. То есть это холод, это мрачняк. Сама погода. Нет, кому-то нравится, наверное, вечная осень. Постоянно дующий ветер. Не так, как хочется топорик взять. Нормальный тут климат. Жабры всегда влажны. Да нет, ну это же все на это самое, на любителя. Я знаю людей, которым реально нравится именно вот такой вот серый осенний Питер. Такой вечный осенний. Полгода осень. Зима поздновато, снегов мало. Ну если морозы, то, конечно, морозы сразу бахают из-за влажности. Я думал, в Питер поехать. Нет, туда приезжать отлично вообще. А вот жить на постоянку, это... Летом-то почему нет просто? Ох ты! Что? А давайте к игре. Там просто спасение получается. Виспа, рядового, ну пытался спасти. Но в самый ответственный момент там так и не показали. Кажется, там был диспл все-таки. Возможно, даже он додеки. Да-да-да. Топорики пошли. Койл на скелеты. Неплохо. Два виспа очень рискуют. Минус один. Там уже грейд пошел у дайса. Ну вроде не потерял, что парочка всего лишь, да? Диспл был, маны нет, опыта нет, виспа нет. Но я имел в виду, что диспл достал по деке или нет, вот в чем дело. Я не смог определить просто вот эти вот с минус 255, минус 75. Мне показалось, что у него было меньше маны, то есть висп задел диспл. Ты так-то давно не был в Ленинграде, то с глобальным потеплением все силы не изменилось. Но я был в прошлом году там. Он меня порадовал переработанный Невский проспект. Да и Московский вокзал тоже стал значительно более приятным местом. Мне кажется, задел. Но Дхамми я сомневался как раз. Возможно, да, возможно, ты прав. Что через... Через... Пять ДК прибежал. И смотрите, тут... И все равно его отменяют. Блин. В смысле, там... Ой, опять вот этот Трема Дема говорит, что может надо было задиспелить скелетом. Но даже без скелета динамика отрицательная. То есть это минус дерево было. Алло. Бесячий. Ну, Экслорт молодец. Во-первых, он явно подготовился. Вот это вот дерево прям... Прям четко искал. Окружать-то какой смысл, если персонал... Короче, у Дайс проблемы. Пытался окружить. Я думаю, окружить-то можно Арчами, потому что... Рассчитывает Дайс на это, так как может... С телепортироваться к киперам и прикопать. И прикопать, не дать Дике уйти из... Ой, ну-ну-ну-ну, что ты делаешь, ну... Ох, Спасарчу, молодец. Дис... А, ну там нечего диспелить. Нет, Экслорт... Явно доконтраливает. Явно доконтраливает. То есть, если сравнивать сейчас Экслорда и Дайса... Дайс уступает в плане, по крайней мере, контроля за ситуацией. Я не поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Эльфы Маздай, желательно все. Надо что-то, наверное... Ладно, давайте между играми, по возможности, присылайте свои аудиосообщения. Потому что... Ну, отвлекаешься, и другие пользователи отвлекаются. Ну, это уже, по крайней мере, ближе к... А то Гроулер там про орков рассказывал, как обычно. А здесь, по крайней мере, что-то о эльфах. Кипер третий. Опасная ситуация у Дайса. Он думал подкрепить мастерскую, но слишком рискованно. ДК уже рядышком. Возможно, вы... Ну, нет, тут опасно выманивать. Сразу слово, молоток в тебе влетит камень. Как вы видите, Икс Лорд, несмотря на то, что карта Консилд Хилл не играет в Гарк. Очень хорошая нерубка. Персональный телепорт, маноберн. Ну, хотя бы киперам нужно... Ну, там, правда, лич, блин, подходит. Как бы нам успеть... Как бы нам успеть... Ой... ДК, 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 ДК! ДК можно заставить телепортироваться. Энд, не мешай, тварь! Минус телепорт. Но минус три арчи на криппинге. И висп. Ё-моё! Разделить скелетом на два. А, он двенадцать, типа. А, за голема, за голема, скорее всего, дали за мелкого. И потом за скелета. Двор, привет! Залетай, залетай. У нас тут четверть финала, завтра полуфинала, послезавтра финала. Вся неделя с шести часов вечера посвящена Варику. Поджимает Икс Лорд. Козлик рядышком контролит. И... Ооо! Освобождает Огры командира. Вот это хорошая фишечка. Потому что, как минимум, больше времени потратить сейчас Икс Лорд на криппинг этого. Но опять зажимает. Получает ауру. Андейдовскую. Да, экспант. Но экспант, как минимум, задержан, получается, у Дайса. Минус три арчи. Да и в целом криппинг, по крайней мере, Демон Хантера замедлен. Ой, вот эти вот последние... Последние китки камней перед смертью Голема, тоже бесячие очень. Дима пытается третий получить. Тут во всю криппинг. В целом, можно. Если вот посадить сейчас Фогича в такую ситуацию, ну и он сразу среагирует, что нужно делать. Ну, потому что как бы, чтобы врубиться в игру, это ж... Что, где строится, какие у тебя там планы. Непросто. Я думаю, он отбился бы от пуша Икс Лорда. Не, Нага третий. Блин. Сейчас будет пушми. Третий Димка. Очень важный уровень. Пытаются уйти, протектор есть. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Берн. Да, Нага. Нага со стрелкой. Хорошо. Лимит у Икс Лорда больше. Он вышел в апкип, но это сразу минус еще 30% инкома. Посмотрим, сможет ли сейчас Дайс отбиться. У него стадо Коос. Грейда на плюс один нет. Протектор... Протектор неплохой. Ну, а что по стаффам? Передает стафф Берн. Ну, подконтраливай. Не сразу дрядку, подконтраливает. Умирает. АОФ подходит. Ну, протектор работает хорошо, вы посмотрите. Виспы, 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 виспы. Врывается Димка, врубает инвул. И делает еще реплешмент поушен. Вот это очень хороший Дима. В несколько секунд он восстановит здоровье. Ману прописывает еще один. Маноберн. Хороший Берн отдается. Передает стафф для... Ну, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Берн. Ой, хорош! Только не... Ой, стафф. Минус дрядка. 49-52. Лимиты равны. АОФ падает. М-м-м-м. Ай, протектор минус. Ай. Блин, протектор им, вот протектор им. Это проблема. Да, кажется, не отбивается Дайс. Сейчас будет попытка. Виспы выходят чинить шахту. Подходит сзади. Дайс, он очень битый. Дрядки. Ай. И не подходит Димка вовремя. Не делает Берн по ноге. Нага... Ой, зачем ты начинаешь шахту бить? Ух, что? Хотя Димка битый. Койл. Бутылочка. И... Все, минус Димон. Нет, Димон уходит на последних хитах, но здесь ничего почти не осталось. 52 лимита на 51. Четыре дриады, козел, без телепорта. Ну, да, это следствие как раз потери... Потеря дерева. Замедление криппинга. У него была бутылка у Димки. Ну, все, надо выходить в ГГ. Такое впечатление, что Дайс немножко волнуется. Испи, спасибо за переподписку. Но это, конечно, было далеко от неправильного игрока для Дайса. Креппинга в early stages took forever, чтобы получить этот level up to 3, и, особенно, the Tree of Life, Замедление криппинга. Здравствуй, здравствуй. Замедление криппинга в таком месте, рядом с его основным деревом, и Экслорд все еще не найдет. Он все еще заканчивается. Но ДиК может быть на высоком уровне, но он получил уровне 3, когда он потребовал. Тут он прав. Подвинь чатик чуть вниз, плюс не видно героев справа. Но тогда будет перекрываться вебка, мы же проходили уже Родегаст. Героев показывают периодически в этом, а игроков не показывают. То есть ты можешь посмотреть на героев, когда их выделяет опс. А иначе чатик некуда ставить просто. Он у нас сегодня был уже в другом месте. Но ты же знаешь, каким макаром он попал сюда. Вот так вот. Продолжит ли Экслорд серию остальных четырех финалистов? Очень хороший вопрос от Мехпаники. Нам показывают Дайса. 21 год. World Ranking, конечно, 56. Но учитывая то, что он мелкий, и все равно показывает хорошую игру, это, если я правильно помню, его на данный момент самое классное достижение, топ-8 игроков Европы. И дебютировал в 2020 году, представляете? Я с 2020 в Warcraft не играл, он дебютировал уже в европейском топе. Хорош. Это я просил поднять чат, чтобы... Теперь признаюсь, что был неправ, говорит Рафаэль. Не, вроде не ты. Не-не-не, может, ты тоже просил, но... Кстати, мы можем сделать ката-паузу. Вчера просили Трисандру Михайловну показать, и я вижу, как эта самовлюбленная жопа лежит довольная. Триса. Но она не приходит по команде. Вот Баста может прийти, Бесса может прийти, Триса нет. Сейчас проверим. Триса, Триса, Триса. Иди сюда. Тристочка, просыпайся. Давай, иди сюда, поглажу. Давай. Триса. Давай. Поглажу. А тут Бесса такая, типа, что? Нет. Нет. Бесса, ты вчера была. Стоять. Стоять. Холд. Сейчас я сам принесу кота. Я не успел встать. Кот успел запрыгнуть. Блин, Бесса, конечно, манипулятор. Просто. Ладно, сейчас. Подождите. Мне хватит. Мне хватит глажки и на одного кота, и на другого. Подождите сейчас. Молодец. Молодец. Так, камера крупна. Пошел кот. Вот, смотрите. Самый длинный код. По тягушке. Ох ты, ё-моё. Класс. Первый код пошел. Так, наглаживаем, наглаживаем. Наглаживаем. Бесса. Димидж, и ты реактивировал премиум. Спасибо, Димидж, за примачок. Все загладил, загладил. Кота, сейчас принесу второго. Бесса, молодец. Молодец, молодец. Молодец. Слушайте, триса когда-то помещалась у меня на плечах. Есть соответствующий клип. Сейчас показываю. Вот. И она в камеру не помещается. Вот. А хвост какой, смотрите. Просто шикарный кот. Огромный. Огромный, длиннючий. Длиннючий кот. Понимаете? Терпит все. Вот. Давай. Попробуем в камеру. Давай, Трисанда Михайловна. Давай. Трис. Что происходит? Как-то так. Как-то так. И, опять же, Фонги и Хаппи хорошо отыграны. Все отлично. Пузо-то наело. Она очень запасливая кошечка. Она всех объедает. Вечно голодная. Ну, это же все-таки подвальные кошки. Поэтому формируются некоторые опасения по поводу будущего. Вне зависимости от настоящего. Кайфовые котики. Котики топчик просто. Я самую лучшую не показывал. Сегодня. Сегодня. Приму, ты самый лучший друг в истории Земли, так что может быть, вы можете нас немного познакомиться здесь. Я думал, что он был из России, или, ну, его родители и родители были, но может быть, в Украине? Я не знаю, что он был из России. Но, конечно, из Европы, из КИС, это правда. Он, я думаю, когда он был маленьким, он начал играть, кстати, с его братом, но быстро обрадовался его и обрадовался остаток в нем. Это рассказывает, оказывается, про Экс-Лорда, что у него там мама русская, что корни из СНГ, СНГ, он сказал, и он начал играть против своего брата, быстро его превзошел, и... В 14 лет он не мог в первой лиге принять участие, потому что был слишком щеглом, много зла показываешь, да нет, добро-то что. Сетку показали, я чат закрыл, и так и не понял, кто в финале Хавклик Хэппи. Так там пока непонятно, финал будет только в воскресенье. Определились пока только три полуфиналиста из четырех. Поэтому... Там какой-то никнейм был... О, в смысле, историю никнейма. Хэппи, что-то там не лорд, а что-то другое. Какая-то большая пауза между матчами, мы успели двух котов показать, и еще продолжается пауза. Может быть, там какие-то хостыри-хосты, черт его знает, пока соберутся туда-сюда. Это про X3 димона, говорят, что он где-то там турниры из беты. Прикозоида поддерживает наш канал на 100 рублей и сообщает. О, здравствуй, Прикозоида. А я уже как пять лет зарегистрировался на ГГ. Хорош. Спасибо за творчество. Какое творчество. Спасибо, что зарегился. Спасибо, что... Смотришь. Я с удовольствием. Я с удовольствием. Удовольствием каждый день, как все маленькие детали, как имена и игроки. Это очень хорошо, чтобы у вас есть как-то, что-то, что вы можете посмотреть и знать все, как сгодирование, мапы, какие-то детали в турнире. Что делает это все плохое, когда кто-то в чате спросит, как-то, когда он играет как этот человек. Это только в Ликвиде, ребята. Экстрим. Да-да-да, очень хороший. Один из популярных тоже экстримут никнейм. Круто, круто. Был бы мелким, взял бы опять никнейм Экстрим. Обязательно через тройку какую-нибудь. Е маленькая, Х большое просто. Обязательно. Вместо Е тройки пойдут. Спасибо, Горен. А, там у Дайс какие-то проблемы с интернетом. Вот с чем связано. Экстрим. Да, Экс-дефис-стрим, вообще. Ну тогда, когда мелкими были понятия стрим, наверное, ну оно было, но оно не означало это. Хорошо. To be extreme. Да-да, вот это вот. Эх, эти крутые никнеймы. Вот крутой никнейм, Александр Кот, например. Дафт поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Хорошо сидим. Хорошо, хорошо, да. БПН. Это на пенсию, говорит, Александр Кот. Александр Кот, Александр Кот. Ну чё ты тут? О, Эмадга пришёл. Оля, кто пришёл. Ну чё, Эмадгач. Эмадга впервые за, не знаю, 100 лет написал Майкер... Видимо, он просто тыкнул на никнейм. Он не писал. То есть не Миггер, не Миграбас, и чё, и не чё. Чё? У нас тут четверть-финал. 3-0, 3-0, 3-0 матч. И вот сейчас Икслорд Дайса выиграл в первый, и у Дайса какие-то проблемы с коннектом возникли. И, в общем, мы сидим уже минут, наверное, 15, ждём вторую игру. Ну вот и всё. Парам-парам-пам. Хоу! Симон Фиктор говорит, Ван Го, это Чамп выиграет император. Александров, Александрия, это, в основном, переводится только в русский. Парам-пам. 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 И я знаю, это может быть Москва, но это, наверное, достаточно, чтобы получить хороший, хороший спорт. Дайс вернулся, по-моему. Парам-пам. 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 Да. Да. Хел-зи-я. Ну, в первой игре, если вы пропустили, у Дайса что-то вообще не клеилось. Икс-Лорду каким-то макаром с одним скелетом и декой удалось очень быстро найти дерево, которое просто выращивал Дайс у себя на мейне. И учитывая, что козёл был далеко, арчи были не сразу близко. Всё, уже началась следующая игра. Кстати, там шарики какие-то у Икс-Лорда, может быть, праздник. О-о-о, Беляк. Доктор Дранкенштейн. Это же такой... Добрый вечер. Хотел спросить, почему игнорятся, другие платформы не читаются в комменты? Потому что Гудгейм — это наше детище совместное. Гудгейм — сайт с историей с 2008 года. И я стараюсь привлекать сюда зрителей, потому что... Ну, сравни чате, где ты сидел. Я не знаю, где ты сидел. Сидел ли ты на Ютубе, сидел ли там на Твиче? Посмотри, какой здесь чат. Оглядись. Иконочки, цвета, осмысленные сообщения. Вот тебе сразу щеглов поставили, поздоровались. Подарили подарок. Дранкенштейн. Смотри, какой комьюнити классный. Я надеюсь, что ты для себя, как и многие другие, потому что вот барьер перейти куда-то, начать общаться, он, конечно, очень сложный, очень тяжелый. Но если его преодолеть, можно найти очень интересных людей. БСБ говорит, как вы привлекаете людей танцами, песнями, гуддейтом. Надеюсь, гуддейта зайдет нормально в БСП? Ты там промоушен делаешь? Нормальный. Ну вот, человек уже в Канаде. Человек уже занимается. Черт, значит, спросите у БСП, что он сидит в чате на ГГ. Сталкером таким. И улыбается сейчас. Я же вижу, что ты лыбишься. Не лыбься. Нет, лыбься. Лыбься. Не лыбься. Ладно, делай, что хочешь. Не буду тебя контролить. И он же это самое, все уже там и переехал в другую страну, и работает, и даже успел, прости господи, жениться. Но все равно отличная компания, боневур, чатик, немножко Варкрафта. О, хорошая елка, смотрите, не смог ДКА ничего сделать с этим виспом. Я фоном слушаю, работаю из дома. Так я же тебе не... Окей. Сталкирёга, чё сидишь, да? А, украл у них самого Магнуса Карлсона, да? Неплохо. Я не знал, что у него такое никнейм. Ну что, от Дайса там остался лоб. Он играет через Козла, ничего личного. Козёл — это текущая мета против Фан Дэдов. А вот жениться это зря, я в этом плане поддерживаю Лёху Друнина. Невозможно быть против хозяина. Крайм Кит говорит, Миша и с Артурингом огромный респект за гудгеймы, правда, лучший комьюнити на данный момент. Да, это ж наша общая заслуга, потому что мы вместе росли, формировали, общались и так далее. Ну что, удастся ли Дайса пройти дальше? Для него, конечно, это уже достижение топ-8, лучшее за его недолгую карьеру. Но не хочется Экс Лорду проигрывать. Всё-таки это не в первом туре Хэпи, не в первом туре Ха в Калифоге. При всём... Да нет у меня серьёзного уважения, если честно, к Экс Лорду, учитывая его там местами общий анманер и националистические высказывания против русских. Особенно что странно, что он с такими корнями допускал иногда. Ну да, истеряет, к сожалению, опять. Ё-моё... Персоналка, что здесь? Да, сейчас может при помощи прикопки есть, спасает. Ух, я уже думал, что всё, два раза мы в одну и ту же реку зашли. Скорее на одни и те же грабли, потому что всё-таки с рекой это другая ситуация. Там реально невозможно это сделать. Что он против русских говорил? Да, забей там. Я конкретно не помню фразы, потому что ещё память такое держать. Но общий фон остался. Можно поговорить, опять же, с какими-нибудь олдами, у которых память хорошая. Или с Околом, который с ним в одной стране очень много играл. Тот может рассказать. Блин, минус телепорт... Нет, не минус телепорт. 86 хитов там с запасом. В общем, учитывая историю там с какого-то 2004-2005 года Икс Лорда, как бы и активную игру... Ну, тот же Тодд тоже высказывался. Почти, почти, почти все проходились, так или иначе. Я на Twitch начал заходить только год назад и то редко смотрю всю жизнь на YouTube. И теперь придется заходить за приветствия. Всем спасибо. Ну, слушай, ну, придется... Ну, как... Там... Осмотрись на сайте, там ачивочки есть. Можешь там на уведомления подписаться, чтобы следующий стрим не пропустить. Ну, следующий в целом можно без уведомления. Потому что завтра мы и послезавтра в 6 часов вечера стартуем. И также, наверное, часов до 9, до полдесятого, в зависимости от того, какие серии будут. 3.0, 3.2, какая борьба. Так что Warcraft у нас каждый вечер до конца этой недели еще будет. Такой повод к этим высказываниям. Да стандартно, ты там кому-нибудь сливаешь на турнире и что-нибудь пишешь. Все. И это попадает на стрим или там, когда Twitter появился, тоже грешили людям. Ну, то есть... Некие публичные вещи. О-хо-хо-хо-хо-хо, смотрите. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо... Такой байт козла звонили на сокровище. Увидели, но у Гули был бэкпэк. Козел думал, что сейчас прикопаю я его. Второй прикопкой, даже под замедлением дотянусь до перчаток. Блин! Классный момент. Вот такие вот, такие вот моменты можно даже мувик. Попытка сразиться за нейтралов по центру Здесь уже третий ДК Ай-яй-яй, лучше Димку где-нибудь прокрепить А где его крепить? Внизу на желтый? Видимо, да Икслорд выбивает артефакт, зарядный вот из этого огра Очень популярная точка Вообще мега странная точка, я не знаю Большая мана Из-за того, что пирсинга очень много, а он штрафуется по героям Довольно просто этого огра убить Причем этот огра не кастует Бладласт, может быть потому что... Я не знаю почему Ну да, ситуация все равно лучше, чем в прошлый раз Он должен успеть, естественно, и Димку третьего получить И лимита у него должно быть больше, чем у противника в этот раз Из-за того, что, по крайней мере, он нычку не отменял Посмотрим Эвэйжен Неплохо, даже решает, решает посражаться за эту точку Я не знаю, тут нова, койл есть Димка там сзади где-то Берн хороший А, все-таки там все, плизы, иммунные, да? Хотел это предположить, но... Я что-то подумал, что это элементали Элементали нормально ластятся, нет у них ничего Оказывается, там просто... Ну, непродуманная точка получается Зачем ставить Бладласт огра Рядом с людьми, на которых ласт не действует Вот это что такое вообще? Чтобы на себя сделать Бладласт Пошла... Пошел персональный Угу, понятно Ну, так я не могу понять тогда логику человека, который... Который делал эту карту Да, рунные браслеты Вот это подгон так подгон Как раз против Нюка Так, 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 аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько Сейчас бы на халяву не потерять протектор Пока у нас на армию подходит Нова пошла, Койл Подходят козочки Моноберна 100 хороший Так, 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 но позиция хреновая Надо было... Надо вниз было отступать Но не успевал он отступить Но пока бегают за Дриадами Димка прописывает Моноберна 24 Почему именно личат и решил Там нага фуловая Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, козёл, скролл! И телепорта. Ну да, измисконтролит просто. Там две бутылки у Димки, козёл и минус протектор. Капец, ну что ж ты делаешь-то, ну... Минус две дриады ещё здесь. И семя отступает. Может и правильно. Хотя, каким макаром вообще дриада может попадаться в такой ситуации? Ну что ты делаешь? Дикий недоконтроль. Врывается в нагу. Нага здесь самое слабое привлекательное звено для Димки, потому что, ну чё, два монобёрна, у неё минус четверть хп. Нагу надо убивать, нагу надо убивать. Бёрн хороший на 63. Тык в нагу, тык в нагу! Её нечем спасать! Тыкает в нагу. Прикопка. Инвол передали. Димку стафуют. Ну, минус протектор, минус барак. Минус свиток, к сожалению. Да, и большая бутылка маны у Дэки может сейчас очень помочь. Лимиты сопоставимые, 56-54. Ну, как там с Мунвеллами? Там мы, наверное, всё вылакали, там уже герой битый, да. Понятненько. Ну, Дриатка, первая красная бежит вперёд. Протектора нет. Монобёрн хороший на 79. Ну, козы, 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 козы. Умирают. Минус одна гулька. Минус вторую гульку. Добей! Ну, добей! Добил точечно хорошо. Ну, а что дальше? А что дальше? У нас лимита минус 10. Да. Все гагашечки. Я не думаю, это так плохо. Нет, нет. Нет, нет. Больше экспериментов для ДиК и Лидж. Лидж получил уровень 3. Много и более дриатки падают. Но я вижу, что Финн, 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 не важно, что. И Кейпер не выглядит так здорово. Если только на телевизору, хватит. Хватит. 15 урона. Финн Дуу удалось нанести, видимо, из-за Дагага. Не так больше. Экс-лорд. 2-0. Знаете, мы с вами завтра будем смотреть Икс-лорд против Фогги. Если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, что вот это не та стратегия, это не тот набор юнита, бла-бла-бла. Скорее всего, Фоггич завтра с Икс-лордом, ну, в случае, если сейчас Дайс не совершит чудо, будет играть также через Кипера и Димку в большинстве случаев. Ивей же на демоны, как вам? Ну, он ради 5% мог его оставить. Ну, вообще странная вещь. Потому что, ну, можно было толкнуть, почти свиток лечения купить. А, он еще... Я пропустил, я читал чат, там Икс-лорд плюнул в камеру. Не увидел, как Икс-лорд плюнул жвачку на выпку. Ну, это просто... Особенно мне нравится, в кавычках, когда человек начинает выпендриваться, когда выигрывает. Ну, то есть, вот, одно дело, когда ты выпендриваешься до серии и потом показываешь, а другое дело, когда ты как крыска, знаете? Ничего не говоришь плохого, а когда начинаешь побеждать, ты начинаешь уже там проявлять вот такую вот агрессию. Очень, очень слабая позиция. Очень слабая. То есть, ты всегда оставляешь себе шансы на отступление. Бесячий. Странно выпендриваться после проигрыша. Но я имею в виду, что перед началом. То есть, когда ты... Представляешь, ты выигрываешь и начинаешь еще давить. Перед матчем ты такой, все нормально, все нормально. Потом хоп, и все, и пошло. Что говорят, русские быдла? Ну, это такой за долгое время сформированный даже не стереотип. Ну, хотя стереотип, возможно. Тут и дота, наверное, помогла. Ну, если взять, например, какого-нибудь, не знаю, Фогги, Хэппи, Хавка... Я не припомню, чтобы они вели себя таким образом. То есть, самый, наверное, вызывающий, но скорее даже в позитивном смысле, это Соник. Но он просто... он просто рофлит. Там нет никакого наезда. Он просто... Я уверен, что люди воспринимают Соника не в негативном ключе. Его выходки. Они такие, они даже ни на кого не направлены. И персональные. Вот. Остальные просто не позволяют себе такое поведение. Так у нее отмазка, я мало играю. Говорит, он за играть не вылазит. Да, да. Ну, это тоже вещи, которые можно проверить. Он уже говорил это неоднократно. Потом выяснялось, что играл под смурфами. Скрипи говорит, вот отличный пример. Бойцы перед боем, мы уверены, могут наговорить. Да, в этом плане там шоу более грамотно поставлено. То есть... То есть есть место, где можно потрештокать. Даже провокации. Ну, это ж... Это ж все. Может завируситься. Подогревается интерес к матчу. Крамки говорит, я думал, все люди взрослые. Вообще невоспитанный тип. Ну, разные люди бывают. Но он тоже взрослый по возрасту. И работает уже где-то на постоянке. По Соколу тоже иногда не скажешь, что он там... Глав инженер в... В крупной немецкой строительной компании. Ну, когда человек вместо того, чтобы кинуть под тебя дым, достает С4 и заряжает ее, как ни в чем не бывало. Ты начинаешь сомневаться. Ну, все. Это не мешает ему быть профессионалом в других сферах. Все, я заскучал по Соколу. Где мой Сокол? Сенсиблнес. Нет, не играл, но смотря как играет Боннивур, мне интересно посмотреть на эту игрушку. Речь про They are Billions. Ну, игра достаточно старенькая. Я не знаю, она, наверное, года четыре... Сравнительно старенькая. Года четыре назад вышла. Вот. Но вроде как там хорошие челленджи, хороший баланс. И в целом это такой продвинутый Tower Defense, который может затянуть. Особенно если играть на там... хорошие сложности и без пауз, как некоторые. Опять жует X-Lord. Надеюсь, что ту же самую жвачку. Соник был на турнире, да, но, к сожалению, он не прошел в плей-офф. Кажется, со спайрлом он Мирор. Ну, в общем, не прошел. Не, Анатолий пока нет. Вышло полноценно вместе с компанией не так давно. Я удивился, увидев компанию, что типа там можно... там какие-то коридорные уровни еще. 0-2 у Дайса. И когда серия Бо-5, когда опыта мало... Вы видели, что случилось, соответственно, с Джонни Кейджем после такой темы? Да и вчера весьма две показательные серии были. То есть крайне сложно комбетчить из 0-2 при Бо-5. Просто невероятно сложно. Ну, ну... ...эн excellent aim. It is the Keeper again. It is the DK Ghouls again. Not much room for wild experimentation here, it seems, Neo. Just... standard. Yeah, you probably tried to perfect this build instead of learning another one with a Demon Hunter first, or even a Warden, which requires such a different skill set. No, no, it's the norm. Couple of phone calls with Coach Neutron, maybe, but so far doesn't really work out. And there are signs of nervousness, especially... Iron Map 2, like the item distribution, three potions on one hero, when they all share the same cooldown. An evasion item on the hero, and it has no ready for the stack. Потому что стратегии вряд ли изменятся, а тут очень важно будет с... ну, проявить какие-то волевые качества. Добил бараком. Вот вам сигнал еще один, что Dice ошибается. Моргнули комментаторы. Кольцо выпадает. Как тебе диск Элизиума после 10 часов загрустил, не смог себя заставить доигрывать, Хэр, поедешь? Ну, меня тоже особо туда не тянет. Отчасти потому, что Диабло вышло, и мы переключились и подзабыли. Потом еще XCOM. XCOM затягивает гораздо быстрее из-за своих процессов и сложностей. И дарит гораздо больше эмоций. Ну, это, видимо, не мой жанр. Слишком игра такая повествовательная. Мало контроля за ситуацией, мало свободы, мало челленджа. О, хороший момент. Диспл нормальный. Койл потратил, скелета лишился, и еще выжег ману. Великолепно отыграл здесь... Ну, это плохо отыграл на самом деле X-Lord, потому что, да, если было море времени, чтобы задиспелить с этого виспа в такой ситуации, не надо никого подводить, просто все уже на месте. Нажал D, курсор, тык, и все, и взорвалось. Не знаю, на что рассчитывал X-Lord с таким Койлом. Может быть, на удар скелета, но он был великоватым. Когда будет новое полноценное прохождение, кроме XCOM? В эту субботу, насколько я помню, стартует у нас визуальная новелла. Особый жанр. Рекомендую, если вы ни разу не смотрели. Это, конечно, выглядит странно, но очень весело. ДК ищет экспант, и экспант стоит в другом месте. Очень хорошо. Слева бы, может, подблочить, не? Висп нужен. Акалита убили довольно быстро. Хотя, может, и не нужен. Да, подводят скелетом. Виспа, точнее, не дает подойти. Успевает, успевает здесь. Хорошо. Базу нам противник не отменяет. Это хорошо. Кипер будет третьим. После этой точки. Кипер лицом танкует. Зато большая бутылка маны. Ну, хотя кипер, она не настолько важна. Лучший хил, наверное, для Димки, учитывая. Либо попытаться до Т3 козлом как-то эту бутылку реализовать. Хорошо. Я не знаю, как. Не знаю. С Хантерс Холлом сильно затыкал. Затыкал. Да вроде нет. Они сказали, что Хантерс Холл, типа, это самое, поздновато. Но... Видишь, у него сначала идет Неча Блэссинг, потом лорнется. Хотя Хантерс Холл уже был. То есть он не делает лорнется сразу после Т2 в такой ситуации. Так что он ему не особо и нужен был в такой ситуации так рано. Минус Акалит. Акалит! Акалит! Акалит минус! Вот это очень хорошо, за это можно зацепиться. Прибегает Лич. А где Нова? Ээээ... Хотя бы один аргумент за то, чтобы не кинуть Нова было в той ситуации. Ну, видимо, он был в каком-то другом месте, но у него нет других мест. Он был там. Я имею ввиду Икс Лорд, почему он сразу Новой Личом не кинул. Все, и минус Телепорт. Ты минус Телепорт. Но стрельник козлом два раза, ты че? Оооо, я бы вышел! А что такое? Как жуется тебе, дорогой? Минус третий ДК. Просто на ровном месте. Он думал, что, видимо, тыкать будет козел. Ооо... Фан, привет. Это очень дорого. Да там Демон Хантер уже почти третий. Привет. Спасибо за третьего ДК. Прикапывает Лича, Димка тихонечко подходит. Персоналка пошла. Все, база работает. Давай только виспов на базу. Полезная штука будет. Пока складывается ситуация просто прекрасная. Калита во время грейда убил. Юнитов почти не терял. Базу не отдал. ДК третьего подрезал, заставил потратить космическое количество ресурсов. Вон, Difference in Gold Mind на 400. И это при том, что нычка только-только начала работать. То есть вот так вот Акалит, видимо, повлиял. Все, и пошел... И пошел рост графика наверх. Это как раз экспант начал работать полноценно. Хилворды, кстати. Чего я Хилворды нос ворочу? Хилворды подряд. Вообще прекрасный артефакт. Ой, как... Ну что, как жиется тебе опять? Кажется, карма, карма, она может и вернуться сейчас. О-о-о-о. И обычно, знаете, противодействие, оно, как правило, либо равно, либо больше То есть вот за все вот эти вот тебе штуки рано или поздно прилетает Ну, есть что-то, есть какие-то взаимосвязи Если идет процесс обмена информацией, ты ведешь себя каким-то образом, особенно публично Ох, вернется О, или сориус и фан Минус Акалит А что такое? Как у тебя с добычей вообще? И тут перехват еще идет, криппинга О, Дима сейчас, ой, моноберн Ой, можно минус 2-3 гули сделать О, персоналка классная, Дрядкина, минус 1 гуля Минус 2-ая, как минимум Моноберны на тележке О, 50 лимита на 33 Вот это игра, я понимаю Еще моноберн На-на И ты тут, говорит, Беспен Ну, тут такие иногда люди сидят просто в чатике Столкеря тоже Время от времени отписываются Всем большой привет Даже если я вас не вижу Я вас помню Люблю Ценю И дальше дает нам надежду А ему сейчас пушить надо Ну, а время-то уходит Чего? Экспанд работает Там хоть Т3 делай Дайс не... Не это самое Не... Ну, он сильно перестраховывается Может быть и правильно делает На 60 лимита на 40 у врага Да надо, наверное, делать отки Т3 А че еще делать? Ты уже понимаешь, что противник затягивает игру О, эндорфин, привет Кажется, даже аватарку смутно вспоминают Я знаю, что она у тебя есть, но не... Ай, не помню Да, Т3 пошел Козел ловит Койл Новый, но... У нее есть инвул, стаф О, а у Димки стафа-то нет Еще Моноберн очень странно неправильно от Дайса на 14 Минус Дриада, минус Гуля Подходит козел Делает свиток Минус Финт Ну, Берн и делает все-таки Тележку наверху, можно пробернить Молодец Минус Финт, минус Арча А где лимиты у нас? Может, у нас там где-то козочки потерялись? Дайс Еще Берн Димка просто топчик Он всем сделал минус мана Сначала полностью деки, потом леча, а потом еще две тележки до половины здоровья довел Красава Что, блин? Неплохо у пальто там Кстати, Диференс Ин Тотал Велью, как вы видите, немножко плохо разменялся Дайс в этой игре Ну, в смысле, в этом сражении Все равно у него колоссальное преимущество Но это не повод сейчас так же отдаваться Ну, хотя кто-то может сказать, что Размен козочек на миг Сандэдовский, чтобы он просто не копился, это все равно плюс Я не пойму, где остальная армия Кипер зря стреляет не туда Сложно в двух местах тут контролить Переходят Медведи и Египосов Выбивается 5-5 Ловко с силой Передал эту маску Личу, кстати Здесь ему не так нужны Не нужен дополнительный урон На адыке Плюс 20 лимита с одной стороны, с другой Пока не стоит сражаться, пока Медведей нет Димка в инвизе готова врезаться И Рэв говорит, а Доту Михаил не стримит Там впервые в истории наши в топ-4 залетели В смысле, а как же? А, в смысле, русские, ты имеешь в виду Там же Нави были Дотка с Галустяном Да, Михаил Стримил я пару раз Интернешнл Один раз в Фуфан А потом А потом тоже в Фуфан И было весело Но все-таки Вот сейчас Икслорд, конечно, может Может еще Что-то где-то как-то Гиппос влетает Умирает Но минус мана И минус почти сразу финт Просветка хорошая Минус финт на дриаду Хороший Берн Еще один мишку С Тафаем Дриада Финдов А болишь Две дриады на одного финда Размен, конечно, не очень хороший А бомб подходит Минус финт Минус О, Гиппос улетел На последних хитах Видели? Дестройера заклевал Второй Мишка вернулся Мишка вернулся И сразу понял, что Что-то здесь слишком жестко Обсидианка Дестройера тоже Сложновато спасти Но умудряются это сделать Ну, Берн полечу Берн полечу Ага, стоточка Ох ты какой Блин, душный Икслорд, конечно 70 на 40, конечно Там надо Навести порядок На базе Я уверен, что там Потерянные юниты Где-то Вот эти вот Блин, медведи Пятый ДК То, что Икслорд в этой игре Цепляется Несмотря на На то, что Можно было в принципе Ливать Где-то После потери Третьего ДК Если ты чувствовал бы Что противник Играет не хуже А лучше тебя То очень часто Ну, я почти уверен Что Икслорд мог бы Ливнуть в аналогичной ситуации Если бы его противником Было бы Фоги В такой же ситуации На таком же турнире Просто То, что он Не сдается Не сдался И показывает Что может выруливать Из ситуации Крайне непростой Это Усложнение жизни Дайсон Ну и показывает Еще уверенность И мотивацию Икслорда Да, Дима влетает Инвол А что боялся Димка Я не понял Успел 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 забрать Там еще Гипосы пытаются Доклевать Дистра Ну, видят Вовремя Что Ну, Дайса По-прежнему Преимущество Дикое Но по-прежнему Икслорда Не сдается За красную точку Возможно будет сражаться Моноберн хороший Но позиция хреновая Видите Пытается пройти Своей армией Дайс Мимо Галема Минус финт Просветка вовремя Гипоса убивает Но добирается Ну, здесь очень много Лимитового Дайса Ой, нейтралов Нейтралов Не знаю, специальный Или нет Сейчас ДК можно было Зажать ДК зажать Ну А, у нее инвул есть Да, ГГ все-таки Одну карту Дайс Забирает Что-то говорит Там себе У меня только один вопрос Как с Лорда А что он сейчас Не выпендривается Always hiding Так его и не показывали Дельное замечание Но что-то мне подсказывает Что он Ну мог бы внутри игры Это как бы сделать Все равно Уже в игре показывают Что-то не было бы Пендрежа никакого Ладно, посмотрим Посмотрим Посмотрим, что будет дальше Скап говорит Жалко Икс Лорда Хороший парень Болел за него Блин Это ты иногда читаешь И не понимаешь Блин Красиво, красиво Это вот уровень троллинга То есть он бывает иногда Настолько очевидным И казалось бы толстым Но уже за гранью И ты думаешь Что это сарказм Или да Или нет И все И все И понеслась Молодец Хорошо Скиллуха растет Привет, непобедимое добро Затягивается у нас Сегодня Вчера мы быстрее С вами освободились Ну, тому виной И 3-0-3-0 И то, что у Дайса Были проблемы Технического плана И, наверное, минут 20-25 Мы точно с вами Провели в ожидании Игра началась Икс Лорд собран Подтянут Дайс Что Дайс? Дайс печально Немножечко смотрит в экран Годы воспитания Тренировок От Миши дает свой результат Мы учимся вместе Учимся вместе Рестар говорит Блин, народ, сижу Думаю, заболел короной Или нет Запах я не чувствую Но могут сжечься Рецепторы к селенам Других симптомов нет ХЗ, что делать? Ну, что делать? Что делать? Гуглить Температуру мерить Рыба щегол Говорит, а чего со мной Никто никогда не здоровается Распятый, вырываясь на ГГ Здороваясь, постоянно игнор Но, видимо, не всегда Все читаем И отвлекаемся на другие Сообщения Гуглить нельзя Гуглить нельзя Гугл Вообще любые симптомы Переводят враг Вот Вот бы существовали тесты на корону Да Давайте посмотрим, что там у нас Стратегия не меняется, увы Зигурат этот классный Но Что, 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 что Что должно произойти, чтобы Повторился старт из прошлой игры Чтобы X-Lord отдал там третий ВДК Не смог ничего сделать Степ ГГ Бывает Конечно же Но, как ты видишь, не сказывается это особо на моем весе Пока перевариваем Вообще, мы хотели сегодня Я думал, что мы к девяти освободимся И уже свою благоверную Решили мы прогуляться докуда-нибудь У тебя задержка, Дайс уже выиграл, говорит Молот Капота, здравствуй Всем добрый вечер, говорит Тир, действительно Тир, а не Тайр Тайр 3 Да, я и так, и так произносил Сейчас Тир больше А раньше Учитывая то, как мы игру познавали И как знали английский тогда Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с Нашим первичным знакомством с компьютерными играми Когда не было интернета Когда знание английского Ну и лексика в компьютерных играх, кстати, была весьма и весьма и весьма сложная Ну, возьмите какой-нибудь там текстовый квест Начало девяностых Вот, в школе такому не учили Поэтому всякие кнайты Скор... Скор... Ау, кстати, Скордж, наверное, так и есть Скордж Фуллоут Какие еще? Какие, кстати, слова вы в детстве прочитали, запомнили и потом это самое Да, Рейн оф Чаус, вот это вот Реган оф Чаус Файн подарил 10 премиумов Ооо, а яйца-то у кипера остальнее А что такое, Икс Лорд? А что, не поверил? А где же Койл? Ты же мог Койл... А, какой Койл? Не, Койл мог Или не мог, или не было у него второго Квест Ларри, да, Рада, помнил Не кнайты, а кникты Хероэс Да, Хероэс Зиалот Да-да-да Ситуп Ситуп Аги оф империас Аги оф империас, неплохо Фаллаут на английском и плохое знание английского заставили меня в начале игры стать работорговцем А, Койл на КД был Ситуп, ситуп, да Гамовер, консел Струкер А Эггис до сих пор народ не осилил, он же Иджис или Эгида Окей Микрософт Папсион искал Лан Гуаги Суб-Зиро, да, Суб-Зиро, точно Мортал Комбат Да-да-да Ну вообще, благодаря фильму Мортал Комбат мы знали, что Саб-Зиро это Саб-Зиро все-таки Хавк Касаэра Это бот, который Да-да-да Касаэра, Касаэра Так, можно, наверное, к игре как-нибудь вернуться, как вы думаете? Да, тут стандарт, те же самые герои, вроде как базу не отменили, кипер вышел В смысле, Димка вышел Микер, да Хм-хм, красиво Сейчас второй прибежит, можно новую, 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 новую Сейчас, типа, этот настоящий, новую надо кидать, срочно Ха-ха-ха-ха-ха, заманипулировано Хорош Да Я думаю, что ошибка сделать став, потому что кипер оттуда не ушел Но даже если бы он забирал Акалита, он бы забирал Акалита Это был бы плюсовый размен У-у-у-у И то, что было сделано новой, это была ошибка, но которая на самом деле не ошибкой оказалась Класс Да, хороший момент. Так ты сразу не разберешься. Да, он у него став, конечно, делал. Ну и лидер же не может ничего применять. Он у нее пытался стелепортироваться и успел бы, если бы было больше здоровья, если бы новая не влетела. Ой, субимаску хорошо. Пурс ловил. А почему не Бёрн? Кажется, добил деревом опять. Кипер подходит. Койл пошел. Да какой аут? Он же здесь только на телепорте уходит. Блин, ну какой! Оооо, и на этот раз Дайс оказывается тем, кто зевает героя своего. Ну ё-моё. У него был телепорт, и вполне ожидаемая хрень была. И не было... Ну он переключился на Димку, и в тот момент, когда переключился... С другой стороны, он две центральные забирает. Сейчас посмотрим, может, камень жизни какой-нибудь. Анг тоже хорошо, кстати. Да, потому что Дима все равно лицом танкует. Так или иначе, это 500 жизней. Это даже местами лучше, чем камень жизни, потому что дает такое же количество тебе здоровья. Не дает противнику экспу. Ну, в отличие от камня. Камень, конечно, тебе дает регенерацию еще хитов, но единичку, кажется, да, фиксировано. Это камень маны, вы мне поправляли, дает 25% регенерации маны, а вот жизнь дает фиксированную жизнь. Только единичку. Но ты можешь не успеть поражать камень, понимаете? А с крестом... Плюс ты уверен абсолютно, что эти 500 хитов у тебя будут фуловые. То есть камень ты можешь, например, поражать в той ситуации, вынужденно даже будешь поражать в такой ситуации, что часть хп будет, ну, типа, потеряна, потому что ты восстановишь слишком много. Ну, у Демон Хантера там 675 хитов, у него остается там 200 с небольшим, он понимает, что через прокасты он сдохнет, и чтобы не сдыхать, ты должен камень жрать. Ты жрешь камень, он восстанавливает не все хиты, а с анком как бы тебе даже... И не надо прожимать ничего, ты просто... Ой, дрядка, 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 ай. Так, одну гульку подрежем. Удаст ли нам на красную ворваться? Вот это очень дикий магнотаур, очень дикий магнотаур. Койл отваживает. Но опять Демон Хантер... Как коза-то мешает? Ну, почему ты сейчас Бёрн-то не сделал? Ай-яй-яй-яй. Ну, Деку, ты че? Какие Бёрн-ы, эй! И все. И Ауропа... ...добивает мелочевку. Да, Экс-Лорд че-то... Ну, хотя, Дайс огрызается, видите? Может быть, не так все плохо. Ну, база работает, деньги есть. Димк третий. Какой блок? Блин! Дин! Динай, что? Разведка классная. То есть... Не хочет Экс-Лорд сделать базу... Ну, в смысле, не хочет пушить вражескую базу, а сам делает нычку, и тут же... Тут же Дайс об этом узнает, об этом намерении. Надо было реагировать, конечно, на... Отменяет козел Экспанд, не дает поставить. Это грамотно. Димка закупает там инвиз, но в магазине параллельно возвращается назад. Дима в инвизе. Кстати, уже надо прописывать Бёрн, че? Погнали. Бёрн? Ой, хорошо. Ну, козы куда-то побежали опять. Минус одна, минус вторая, но держи дистанцию. Ну, как так? Козла нет, пока не подошел. Ай-яй-яй, Монобёрн налича хороший. Прикопка пошла на Финда. Финда диспелят сразу. Два красных Финда, минус один. Финд, Дима в инвизе, включает. Барак работает. 56 на 51. Монобёрн на 40. Всего лишь по дыке. Падают дриады. Финд умирает один. Финд умирает второй. Неплохо, но и... Так-так-так-так-так-так. Да-да-да, и Дайс хорошо разменивается. Гульку убивает. Барак постоянно продолжает навешивать. По козлу начинают атаковать. Но... Передать, 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 передать. Не надо передавать. Лича можно убить. Лича! Ой, у Лича. Ой, там инвул. Дима падает. Став зачем? Ну там... Ну там у него анг все равно, как бы. Козел бы сейчас не отвалился. Случайно. Козочку недоконтроливает. Прикопка на Лича. Лича лечить нечем, потому что там... Койл там как Койл. Ай, Койл на последних хитах. Ах ты. А где Дима вообще? Я не понял. Его уж отправили, черт знает когда. Вот это был ошибочный став на Диму. То есть надо было, видимо, оставлять Димку здесь. Ну хотя, вполне вероятно, Икс Лорд бы тогда не действовал так агрессивно. Ё-моё. 50 лимит на 52. Моноберн на 50. Опасный момент. Нову ловит сейчас Димка. Опять Козы загуливают, вообще не туда, сразу врубается одна. Минус вторая, Моноберн хороший. Димка без хитов, но с Крестом. Да там Эксп, вот это проблема. Возможно, даже Козла отправляют на персоналки. Да, похоже. Видите, уже преимущество Difference in Total Value. В пользу их Слордом. Выбивает еще Клоус, афатек. Капец. Лич Псих, плюс 25 урона у него, плюс Арба. Там, кстати, Дриады отлетают, куски огромные. Бёрн... Ай, хотел сначала у Лича высосать, потом начал Бёрнить Деку. Дека успел кинуть Койл, и Бёрн на 17. Нинволн, это все ДК, ты можешь быть в проблеме, я не знаю. Киманер, он, конечно, не будет. Опять Став. Эти последние миллисеки стапы... Пятый ДК. Нет, это уже все. Ну, Дайсу нужно сейчас собираться и... А, он 3 of Eternity делает. Ильич тоже к пятому идет. Да, проблема в том, что сейчас выбрать стратегии Дайсов 3 of Eternity... Сейчас, секундочку, я крикну мои. Возвращаемся в игру. Я дал Дайсу 5 минут в этой игре. Ну, и такие 5 минут, что не в его пользу, короче говоря. То есть, игра закончится 3-1. Просто вопрос, насколько быстро Икс Лорд... Ну, и я уверен, что этот упырь повыпендривается на камеру. Ха, уважаемые, но на тлей, в сколько времени ушло на достижение 50-го левела Батли без понятия. Надо... Надо смотреть, наверное, на веб-архив, когда это произошло. Но я в свое время очень много играл, конечно, Варик. Ну, начинается замес. Тут огромное количество финдов. Лимит у Дайса по-прежнему много. О, передает инвул. Дима падает, крест. Используется. Димка восстанавливается. Манаберн, лича можно... А, телепорт. Да, оставляет лича без свободного слота. О! Подождите. Да! Тут взрыв же был, алло! Вот, потому что, ну, не должен... Во-первых, труп стоит, и околитов много. И Икс Лор должен был давным-давно шахту поставить. Я вроде на мини-мапу смотрел, но мы ее не показывали, но там должна была быть шахта давно. Это был подрыв, да. Но я как-то даже подвис, потому что, ну, не сошлось у меня в голове по этому... Потому что произошло. Столько трупов коз. Ну, эту тему очень любят фогич, конечно, практиковать. Но, смотрите. Тут, наверное, основная проблема Дайса в том, что он дал поставить эту базу все-таки. Обычно это сделать, когда есть кипер с персоналкой, крайне сложно. Подрыв был, два-три подрывника было. В смысле, зачем? Зачем? Табрус, спасибо за... Спасибо. Там и за подарки прошлая озвучка старенькая. Пингвинчик с этим, с тюленчиком. Красную точку собирает, но здесь, видите, идет... Икс-пай идет в никуда. У Дайса лимита больше, но он должен сейчас организовывать атаку, причем чуть ли не единственную. Для того, чтобы... Ну, не дать просто Икс-Лорду два в два играть. И так-то все плохо у Дайса. Телепорта нет. Да, кто кого тут подловит. О-хо-хо, Инвулл он поймал. Он мог сделать второй Берн. А как мы здесь выживем? Не хватит. Нужен стаф. А где Нова? Лимиты одинаковые. Медведь пошел. Берн неплохой на 40. Народу трындец как много. Качество лимита у нас хуже. Минус Медведь. Минус Финт. Второго лечат. Демон Хантеру очень сильно достается. Доедает Финда. Падает Медведь. А там Лич психованный. Финдриада. Стафы. Может за счет Мунвелов отобьется. Довольно близко. Ну и плюс еще Арба появилась. Это хороший бонус. Дистроер еле-еле уходит. Контролит, конечно, очень хорошо Икс Лорд. Димка еле-еле. ДК полный, блин, по ХП. Лич полный по ХП. Приходит еще веселый, блин, молочник. Продавливает, кажется. 53 на 56. Выпендриваться будет. Вот это меня больше всего бесит, что он сейчас будет выпендриваться еще. Еле-еле на последних хитах. Дайс, конечно, из последних сил там старается вообще. Прикопка тыкает, пытается в Лича, убивает Финда. Берн 28. Димка еле-еле живой. Ай, кипер-минус. Димка тоже умирает. Это ГГ. ГГ. Ладно, друзья. Увидимся с вами завтра вечерком на Варкрафте. Начнется все так же в 6 часов. Полуфиналы, финалы. Ох, завтра будет Фогги играть с Экс-Лордом и Хэппи играть против Хавка. Чем дальше, тем интереснее. Спасибо, что смотрели. Дайс все равно респект. Джонни тоже сегодня. Хорошую игру показал местами. В общем, я побежал. Спасибо еще раз. Возможно, завтра днем мы начнем еще чуть пораньше на Экскоме. Посмотрим, посмотрим. А, завтра еще Гуддейт в 16.00, не забывайте. Во! Класс. Пока-пока-пока. А, и спасибо еще.